Привет всем! Сегодня у нас сразу четыре разных коллекции Looney Tunes в обзоре. И давайте начнем с вот такой вот упаковки из шести киндеров. Уже была у нас когда-то в обзоре. Это у нас коллекция из 2011 года. Да, нет у меня ни одной коллекции Looney Tunes. Хотелось бы, конечно, все их собрать. Помню, когда маленький был играл в игры на Денниде, Looney Tunes. Очень нравились мне. Так, далее у нас следующая коллекция. Вот такие вот Kinder Joy, Merender. Не знаю, откуда, с какой страны. И здесь у нас на тему Древней Греции, да, и, похоже, Олимпийских игр. Это 2004 аж год. Ого, уже больше, практически до 20 лет пролежали эти киндеры. Сегодня мы их раскроем. Посмотрим. Далее Looney Tunes Active коллекция 2008. Да, и еще одна вот такая вот коробочка уже из трех киндеров. Это Looney Tunes 2013. Ну что ж, вот такие вот здесь самые разные Looney Tunes. Сегодня представленные. Давайте начнем со самых старых, самых старых. 2004 год. Looney Tunes. Греческие игры. Ну, давайте посмотрим, как выглядела такая литра. Итак, открываем первый. Kinder Joy. Ох, будет он выглядеть сейчас, конечно же, не очень. Да, тут еще прозрачная была упаковка. Ну, увидите сами, да, что с ним стало за 20 лет. Итак, посмотрим, кто у нас здесь. Так, здесь у нас какая-то сборка. Так, сборка. И посмотрим, что тут за сборка. Наклеечки. Ух ты, сборка тоже Looney Tunes. Смотри. Сборка у нас тоже Looney Tunes. Надеюсь, это все-таки не коллекционная игрушка Looney Tunes. Нет, коллекционная игрушка. Получается, у нас тут такие Looney Tunes немножко... О, они что, бумажные, что ли? О, совсем-совсем не очень. Не видела я такую коллекцию раньше. Ну, и, похоже, не совсем коллекция, да, вот такие фигурки. Что ж тут на упаковке-то нарисовано? Нарисовано настоящие игрушки, да? Или все-таки такие плоские? Нет, похоже, все-таки плоская коллекция. Так, ну, давайте соберем, посмотрим. Ожидала, конечно, чего-то более интересного от коллекции 2004 года. Ну, вот такое у нас футбольное поле, да, можно так... Да, надо просто на удачу бить, собственно... Бить по воротам, и тогда крутится у нас такое вот поле здесь, и мячик либо поводит в ворот, либо нет. Ну, вот немножко, видите, разваливается все это дело, пока играешь там. Тем не менее, так, к сожалению, к сожалению, не то, что я ждал. Ладно, давайте посмотрим следующей коллекции. В большой упаковке точно будет очень симпатичный Looney Tunes попадутся. Так, ну, давайте посмотрим, кто нам во втором Kinder Joy попадется. Может быть, сборка, кажется, лучше, чем коллекционная серия. Итак, открываем. Здесь у нас... Так, какая-то как будто бы машинка, да, машинка из 2004 года. Ух ты, совсем неплохо выглядит машинка. И вот четыре лимузина у нас здесь. Так, давайте соберем. Неплохая машинка, и сейчас уже таких не делают, да. В последнее время, конечно, машинки стали совсем не очень. Итак, попробуем забить гол. О-о-о! Нет, видите, надо прям бить так слегка, да, чтобы мяч показался в воротах. Итак, следующий Kinder Joy давайте откроем. Так, посмотрим, кто нам в нем попадется. Ну, конечно, очень-не очень коллекция. Даже удивительно, что в 2004 году были такие уже, да, такие плохие коллекции в Kinder Joy. Я думал, что плохие коллекции начались где-то с года как 2011. Итак, смотрим. Следующий Kinder Joy. И... Так, здесь у нас какие-то привидения. Так, какие-то привидения светятся в темноте фосфорные и висят на столбе. Такой столб с привидениями получается. И так, ну, собирается тут очень просто. Можно сразу его и собрать. Так. Да, или все-таки не совсем просто. И вот такой вот у нас столб с привидением, который светится в темноте. Ну, неплохо. Все, когда был маленький, нравились мне эти игрушки, которые светятся в темноте. Еще коллекция была привидения тогда вышла. Итак, давайте следующую у нас упаковку из шести Kinder'ов откроем. Посмотрим. Две игрушки у нас здесь должны попасться. Эта коллекция была классная, да? Уже была у нас в обзоре эта коробка. Так. Посмотрим, кто нам в этот раз попадется. Да, здесь у нас две упаковки. По три Kinder'а. Уже обычные. Не Kinder Joy. И по одной. Каждой упаковке у нас гарантированно попадется. Коллекционные игрушки. Так. Давайте посмотрим. Откроем. Первую упаковку. Так. И здесь у нас уже обычные. Кинги сюрпризы. О, что-то выглядит они. Ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо они выглядят. Да, выглядит очень плохо. Как будто даже, не знаю, заприсневели. Чувствую не стало. А-а-а. Даже как-то не хочется их руками трогать. Что тут у нас? Не будет кого-то. Жильцов. Ой-ой-ой. Как плохо все выглядит. О, тут надо все сразу же выкидывать. Да, сразу все достал их. Все три руки помыл. Уж очень плохо выглядит Kinder. Итак, вот она коллекционная игрушка. И точно такая же, как нам попадалась, когда мы распаковывали в прошлый раз. И точно так же уже весь... Да, вся она распосыпалась. Да, вся краска посыпалась. Видите? 20 лет в капсуле. Все-таки, да. Очень-очень-очень долгий срок. И, видимо, сделана была недостаточно качественная эта коллекционная игрушка. Так. Ну, давайте ее посмотрим. Каким был вкладыш. По крайней мере, здесь у нас не просто какие-то картонки. Коллекция Луни Тунс. Сколько у нас здесь? Шесть. Всего лишь шесть. Такая маленькая коллекция. Да, шесть игрушек. И наш Дафи Дак. Итак, летит. Но, видите. Ой, все-все-все разлезлось тут у нас. Летит на параплане. И все разлезлось. Ну, давайте пытаться собрать. Собрать то, что есть. Вся краска разлезла у нас с Дафи Дака. Все его лицо. Все вот этот оранжевый цвет. Ну, и, собственно, точно так же один в один как-то было в предыдущей распространении. Упаковки такой коробки. Так, продолжим. Следующий у нас. Ух ты! Здесь у нас Натунс как будто бы попадается. Так, что очень неплохо. Такую коллекцию у меня, по-моему, нету. Да, Nature еще. Доток Натунс появились. Были Nature какое-то время. Как раз вот, да, 2011 год. И такой вот у нас очень симпатичный кролик. Попадается тут почему-то у нас не облез. Вот такой у нас симпатичный лопухи кролик. Так, из первых Натунс попадается. И здорово, да, вся коллекция у нас из четырех игрушек состоит. Итак, и следующая, третья капсула. Открываем. Здесь у нас какая-то сборка большая. Что тут много-много-много каких-то маленьких деталек. Так, посмотрим. А, это волчок, да. Тут уже тогда у нас, в 2011 году, конечно, это годы, когда самые худшие сборки стали выпускаться. Да, непонятные бумажные самолетики, волчки. И вот это, собственно, одна из таких, да, один из таких примеров ужасной сборки начала десятых. Здесь волчок, ну вот он, единственное, что он очень большой, да, пытался киндер сделать большие сборки. Но, мне кажется, да, такой бесполезный. В те времена, помню, если открывал киндер, и такая игрушка попадалась, или в самолете, то сразу мне, собственно, мусорное ведро и отправлялся. Итак, откроем вторую упаковку из трех. Тут, я думаю, ситуация такая же, как и с первой. Выглядит очень плохо, да, сам шоколад, весь заплесневел. А, да, видите сами, что тут у нас происходит. О, давайте его аккуратненько, аккуратненько вытащим из капсул. И тогда уже капсулы распакуем. Ох, надо будет потом еще раз руки хорошо помыть. Итак, попробуем, попробуем. Ах, какой кошмар. Так, здесь у нас, ух ты, какая классная Тунс. Не буду пока ее этими руками брать. Так, давайте-ка продолжим. Посмотрим, кто еще у нас здесь попадется. Оу, пазл. Так, пазл, аккуратно. Ух ты, пазл на тему Луни-Тун, кстати, да, что очень неплохо. И последняя здесь у нас, собственно, коллекционная игрушка попадется. Кто интересно. Ух ты, кролик на скейте, вау. Так, мы сейчас будем разбираться. Итак, начнем с коллекционной игрушки. Так, наш дофидак. О, выглядит не очень. Так, поставим его как-нибудь, да, на стол. Итак, коллекционная игрушка. Здесь у нас кролик в Баксбане. Он выглядит отлично. Краска у него не отпадает. Так. И не было у нас еще в прошлый раз, да. У нас, по-моему, как раз попался ТАСС в прошлый раз. И здорово было бы, конечно, когда-нибудь собрать всю коллекцию. Да, кролик Баксбане у нас на турбоскейте. И выглядит очень-очень классно. Вот так. Как у нас здесь вставляется? У нас турбины. И вот так вот все подключается. У нас скейт к этим турбинам. И, собственно, сверху просто у нас наш кролик Баксбане вставляется. Да, выглядит очень классно. Как он тут, крепится на них или нет? Как будто бы и нет, да. Как будто бы просто он так едет. Или это я? Да, не той стороной, конечно. Вот так вот, да. Вот так вот турбины зафиксировать. Да, супер. И вот так вот он едет на своем скейте, на турбинах. Ну, выглядит очень классно. Коллекция. Да, жалко, что дофидак у нас облезли. Попадается уже второй раз. Но вот Баксбане очень классно получился в этой коллекции. Ну и здорово, что у нас новая коллекционная игрушка попалась. Тали у нас очень классная на Тунс, смотрите. Да, здорово было бы тоже собрать все коллекции на Тунс. И эти маленькие зверюшки. Их тут очень много, да, в этой коллекции. Никак я их не соберу. Было бы здорово. И, по-моему, у меня такого вот маленького... Это у нас как будто волчонок, да, еще не было. Ну и выглядит он тоже. Очень классно. Так, очень классно. И, конечно, если сравнить его, и, например, вот этот вот крутил, кто... Да, это прям жалко, конечно, что... Киндер выпускал такое барахло когда-то. И тут у нас еще мягко, и у него животик такой. Да, ну что ж, здорово. Еще один, представьте. На Тунс у нас попадается. Так, что у нас здесь с пазлом? Пазл у нас на тему Луни Тунс, что неплохо. Ну, вообще, раньше, когда был маленький, расстраивался, когда они попадались пазлы. Так, здесь у нас Луни Тунс пазл целых шестик, да, похоже, в коллекции. И, да, ну вот такой вот у нас тоже с нашим тазом и Даффи Даком пазл попадается. Итак, идем дальше. Давайте распакуем Киндер Джой. Следующий, Activity коллекция 2008 года. Луни Тунс актив. И посмотрим... Так, у нас Евро 2008, смотрите, реклама. Посмотрим, как выглядела эта коллекционная серия. Итак, открываем первый Киндер Джой. Так, да, он еще тут тоже прозрачный у нас был. Потом стал уже непрозрачным, как и сейчас. И так, и открываем, смотрим. Та-дам! Коллекционная игрушка, да? Сразу у нас попадается ТАЗ наш, да. ТАЗ наш, посмотрим, какой у нас был в этой коллекции ТАЗ. Выглядит тоже очень неплохо эта коллекция. И так, посмотрим. Вот она, здесь у нас много, много-много игрушек в этой коллекции. 4, 5, 6, 7, вот здесь 10, да, стандартно 10 игрушек. О, вот это у нас, кстати, попадалось. Лола Бани, очень часто, мне кажется, в роликах про 55 килограмм киндеров. Да, и вот этот попадался Сэм. В общем, несколько представителей коллекции попадались раньше. Так, ну вот, именно ТАЗа такого я не помню на роликах. Ну, и вообще, выглядит очень классно коллекционная игрушка. Такая огромная, большая. И едет он еще, смотрите, на других роликах. Так, какую сторону? Нет. Наоборот. Вот так он вставляется у нас. Да, и выглядит очень-очень классно. Такой большой ТАЗ. И это у нас третья коллекция Луни Тунз уже, которая сегодня попалась. Так, поставим его куда-нибудь сюда. Вот так вот. И распакуем еще два Киндер Джоя из этой упаковки. Посмотрим, какие у нас сборки попадутся. Так, Луни Тунз. Следующий у нас Киндер Джоя. Это будет. Вот так, посмотрим, кто у нас здесь попадется. Так, здесь у нас... Так, какая-то очень симпатичная сборка. Смотрите, яркая, красочная. И кто это у нас тут такой? Так, раньше я такую не видел сборку. А, еще какие-то наклейки или бумажка, да, с какими-то... С какими-то как будто бы картинками. Так, и вот такой вот у нас... Не знаю, кто это. Ну, их много, смотрите, в коллекции. Да, никогда мне, прежде всего, такая коллекция не попадалась. Дает какие-то наклеечки. Можно их, наверное, разрисовывать, да, саму. Ну, давайте соберем. Вот такой вот у нас чудик. С уткой в руке пьет водичку. Ну, и можно еще наклейками разными наклеить штаны. Ну, и разного вида. И разукрасить. Так, ну что ж, еще одна сборка у нас такая новая попадается. Так, ну и последний Киндер Джоя. Посмотрим, кто нам здесь попадется. Так. Открываем. И так. Здесь у нас... Смотрим. Так, здесь у нас, здесь у нас, здесь у нас. Ух ты, вторая коллекционная игрушка. Класс, Луни Тунс. Такого еще не было. Обычно у нас одна попадается коллекционная игрушка. В упаковке из трех. Но здесь, видите, повезло. И еще одна попадается. Класс. Так. Еще одна коллекционная игрушка. И вот у нас кот. Так, как его звали. Сильвестр. Да, кот Сильвестр. Он у нас здесь со скейтбордом. Да, как будто стоит. Или с доской. Да, с доской вводной. Так. Как она тут просто наставляется. Да, вот так вот, наверное, скосок стоит. И здорово, что еще одна коллекционная игрушка нам сразу же попадается. Так. Как он тут стоит? Или я неправильно поставил ее, да? Ну, в общем, неважно как. Ставится она просто в песок. И он стоит у нас тут такой деловой. Да, очень тоже классно. Смотрите, ничего у нас не соскоблилась краска. Ну, и здорово, что вторая коллекционная игрушка попадается. Да, вместо одной-две. И вот так вот, может быть, когда они всю коллекцию мы и соберем. Ну, что ж, последняя упаковка на сегодня. Еще одна коллекционная серия Looney Tunes Show в этот раз. И это у нас 2012 год. Итак, давайте посмотрим. Очень популярный был Looney Tunes. В моем детстве тоже и даже до сих пор. Вот до последнего времени в хандеме в магазине крутили мультики Looney Tunes. К нам ходили в детский отдел, ждали, то все время смотрели эти мультики. Вот, наверное, только в прошлом году, да? У них где-то, может быть, да, год назад они почему-то выключили телевизор и больше Looney Tunes там не идет. Итак, что это такое за ерунда? Какая-то непонятная пластмаска. Как будто вы забыли положить. А, ну, не забыли, еще какую-то бумажку положили. Да, ну вот это, собственно, те времена, когда были эти ужасные сборки. Даже не будем их собирать, все эти бумажки. А, это у нас, наверное, как будто вот такое. Кидаем самолетик и он приземляется. В общем, да. Времена, когда Kinder выпускал ужасные-ужасные просто сборки. Итак, переходим к следующему Kinder Joy. Смотрим. Интересно посмотреть коллекционную игрушку. В итоге самая первая коллекция оказалась такой достаточно странной. Не совсем коллекционная, а все остальные три. Ну, вот нет, третью мы еще не видели. Две были очень-очень даже неплохими. Итак, открываем. И здесь у нас какой-то большой самолет попадается. Тоже неплохо. Так, ну что ж, здорово, что последним у нас будет коллекционная игрушка. А, самолет еще у нас, видите, правда, задействована сама капсула. Надо дуть тогда в нее и машинка, вернее машинка, думаю, это. Вот, машинка будет катиться. Ну, вообще, такая огромная, смотрите, машинка на колесах. И, да, выглядит она, в принципе, неплохо. Осталось только еще нам капсул взять. Тогда эту капсулу возьмем. И капсула у нас здесь частью является, собственно, игрушки. Да, вот так ее устанавливаюсь. Да, вставляется она. И потом надо дуть. Машинка должна ехать. Ну, в общем, так себе решение. Не нравится мне, когда... О, наклеечек давайте наклеим. Когда капсулы еще части игрушки являются, они как-то теряются все время. Не знаю. Ну, вот в киндерах часто такое было. В киндер-джоях я, кстати, не видел, что была капсула, часть игрушки. И, ну, вот, да, уже второй раз он попадается. Такая история в прошлом обзоре была об этом. Ну, что ж. Так, давайте последний киндер-джо откроем. Посмотрим, какая была коллекционная серия. И здесь у нас наша Луни Тун Шоу коллекция. Так, посмотрим, кто нам из этой коллекции попадется. Открываем. И так, да, коллекционная игрушка. Ой, это наш Волк, точно. Как в игре он был, да, очень классная была игра. И здесь у нас посмотрим вкладыш. Так, какой тут еще непонятный шар магический. Вот так вот выглядит, да. Достаточно простенько здесь у нас нарисована коллекция. Не так, как предыдущие. Луни Тун Шоу. И давайте, да, давайте соберем их, посмотрим. Кажется, похуже получилась немножко, да, коллекция, чем предыдущие. Особенно вот прошлые, да, две, которые нам попались. Ну, вот такой вот у нас попадается Волк. Можно покрутить это магическое кольцо. И, видите, он такой вот бедный. Сам уж под гипнозом, как будто бы. Ну что ж, такая была распаковка старых киндеров и киндер-джоев. Посвященном сериям Луни Тунс. Скоро у нас, да, новый сезон. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Новый сезон будет очень интересно. Будет много также обзоров на старые киндеры. У нас будет много старых распаковок. И всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok